Здравствуйте! Время новостей на телеканале Саратов 24. Меня зовут Полина Попенец. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. Закупают вакцину. Саратовцев продолжают прививать от коронавируса. Сколько доз вакцины поступило в регион, расскажу я, Анна Заболуева. Возьмется за тротуары и дороги. Транспортная проблема. Она заключается прежде всего в дорогах. В поселке Юбилейный обсудили план развития микрорайона. С жителями встретился депутат Госдумы. Где-то заливают, где-то уже обкатывают. Ну а где-то все продолжают ждать снежную подушку. По саратовским каткам проехалась Надежда Новикова. Какая погода на дворе ждет саратовцев в пятницу 25 декабря на Спиридона Солнцеворота? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новокадский. Не переключайтесь. Снова жертвы. Шесть человек скончались от коронавируса. Об этом рассказали на брифинге в Минздраве. По словам специалистов, в числе умерших пожилые люди. Не меняется ситуация с количеством зараженных. Буквально вчера в области зафиксировали антирекорд. Но эта цифра вновь выросла. 273 человека за сутки. Анна Заболуева расскажет подробности. В Саратовской области вновь побит антирекорд по заболеваемости коронавирусом. На этот раз за сутки лабораторно подтвердили диагноз у 273 жителей региона. Об этом рассказали на брифинге в региональном Минздраве. Также специалисты сообщили о шести скончавшихся от инфекции. Женщина с 63-х лет, страдавшая онкологическим заболеванием, имевшая практически тотальное поражение лёгочной ткани уже при поступлении в стационар. 65-летний мужчина с тяжёлым сахарным диабетом. 70-летний мужчина с гипертонической болезнью. Женщина с 72-х лет, страдавшая ишемической болезнью сердца и хронической недостаточной кровообращения. 60-летний мужчина, имевший хроническую ишемию головного мозга и перенесённый инфаркт головного мозга. И 71-летняя женщина с атеросклеротической болезнью сердца и рядом других патологий. Как отметили специалисты, чаще всего болеют люди старше 60 лет. К примеру, только за минувшие сутки диагноз подтвердился у 117 человек. В основном заболевание сопровождается пневмонией или признаками ОРВИ. Стоит отметить, что продолжается вакцинация от инфекции COVID-19. Уже привито более полутора тысяч человек. Работу продолжат и в новогодние праздники. Первыми, кому ставят вакцину, это медики и учителя. Вакцина ГАМ-КОВИД-ВАК, ожидается ещё 700 доз. Работа в этом плане ведётся. Привиться можно уже в нескольких центрах. Это и на территории города Саратова, вторая взрослая поликлиника, десятая городская клиническая больница. Присоединился к вакцинации Энгельс, Балашов и Балакова. И Пугачёвская районная больница. И, естественно, в случае, когда будет поступать большее количество вакцины, мы, естественно, будем расширять географию. Стоит отметить, что аналитики провели исследование и выяснили, что лишь 5% работников считают безопасной прививку от COVID-19 до того, как она окончательно прошла испытания. А ради того, чтобы без риска заражения ходить на работу, 23% респондентов региона готовы сделать прививку. Анна Забалуева, Олег Буланов, Саратов, 24. Займутся дорогами. В поселке Юбилейный обсудили проблему транспортной развязки и качество проезжей части. Вместе с депутатом Госдумы решали, каким улицам необходим ремонт. Речь шла и о тротуарах. По словам Николая Панкова, он будет прислушиваться к мнению жителей. Кстати, при его поддержке пешеходные зоны ремонтировали в районах области. Павел Фитилёв расскажет подробности. Не в сапогах всё время ходить, да, и зимой, и летом. А всё-таки уже будет тротуар, возможность в туфельках пройти. Эта дорога ведёт в детский сад. На улице Краснооктябрьская в Вольске ещё в сентябре полным ходом делали тротуары. О ровной пешеходной дорожке местные жители попросили депутата Госдумы. При поддержке Николая Панкова начали работу сразу на нескольких улицах. Ходить по дороге было очень опасно. Сейчас прям безумно благодарны всем, кто принимал участие и строит этот нам тротуарчик. Всем большое спасибо. Транспортная проблема. Она заключается прежде всего в дорогах. Проблему дорог и тротуаров Николай Панков обсудил вместе с жителями посёлка Юбилейный в Саратове. Политик представил проекты развития микрорайона. Саратовцы обратились к нему за помощью. По словам политика, в следующем году он поможет решить проблему с тротуарами в Волжском районе. Горожане должны внести свои предложения. Большая просьба и назревшая коллеги потребность, чтобы вы свои предложения в течение месяца января давали мне для того, чтобы мы их могли включать в структуру ремонта и строительства в следующем году. Местные жители уже сделали первые предложения. Попросили восстановить улицу Муленкова, братьев Никитинах, Фёдоровскую, Державинскую. Полный список составит общественный совет. Будут делать и проезжую часть. В этом году уже привели в порядок улицу Минякина. Завершено строительство по выделению финансирования спикером Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина денег на улицу Минякина, где он обязал меня контролировать этот процесс от начала стройки и до его завершения. Новая четырёхполосная дорога, она разгрузила движение. Также Николай Панков отметил, что в юбилейном часть грунтовых дорог остались бесхозными. Их нет на балансе администрации и за них никто не отвечает. Чиновникам нужно поставить на баланс. Такие объекты их тоже включат в план ремонта. Павел Фитилёв, Олег Буланов, Саратов-24. На театральной площади припарковали новенькие микроавтобусы. Всего 70 машин. Транспорт закупили для школ со всей области. Ключи достались не только саратовским учебным заведениям, но и районам. Всего в списке их 29, в том числе и одни из самых отдалённых сёл региона. Мы могли бы получить по этому году, как и по разнарядке, около 30 автобусов. Учитывая, что у нас есть необходимость и этот год, и следующий год, большим количеством автопарков пополнится, мы обратились к Вячеславу Викторовичу Володину, к нашему депутату, и получили поддержку вот в таком количестве сегодня автомобилей. Это принципиально важно и для общего понимания. В целом, с 2016 года мы заменили более 300 автобусов, охватив все территории области. В районы, где школьников много, закупили и автобусы большой вместимости. Пазики модернизированы и, в отличие от ранних моделей, более безопасны для перевозки. Сделали и комфортнее салон. Новые машины пришли взамен тем, которым уже по 12-14 лет. Сегодня мы очень рады, что наш Бульский район вновь стал участником программы «Школьный автобус». Наш район сегодня получил пять новых, красивых, комфортабельных, современно оборудованных, безопасных школьных автобусов. Мы очень рады этому и уверены, что предоставленный нам школьный автотранспорт станет для нас надежным помощником в организации учебно-воспитательного процесса. Всего в регионе более 300 образовательных учреждений, школьных автобусов еще больше. По словам чиновников, ежедневно на занятия машины развозят порядка 8 тысяч детей по всей области. Беречь себя. Губернатор записал видеообращение для саратовцев. Валерий Радаев еще раз напомнил о мерах безопасности в период новогодних каникул. По его словам, не нужно забывать о коронавирусе. Придерживаться правил безопасности, носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию. Также глава региона посоветовал отказаться от любых поездок. Особенно это касается людей старшего возраста. В период пандемии нужно проявить предельную осторожность при посещении магазинов, торговых центров, в общественном транспорте. Обязательно быть в масках, соблюдать санитарную дистанцию, чтобы обезопасить себя от инфекции. Хочу попросить жителей старшего возраста поберечься. Постарайтесь исключить поездки, оставайтесь дома. Ловили с утра. В Саратове судебные приставы и энергетики провели рейд по должникам за коммунальные услуги. Жители, которые не платят по счетам, искали во дворах домов ранним утром по номерам автомобилей. Поводом послужила высокая задолженность – почти полтора миллиарда рублей. Станислав Жижин узнал, удалось ли энергетикам эту сумму сократить. Машина на автопрогреве, ее владелец допивает чаю во дворе. Уже работают судебные приставы вместе с энергетиками. Представители закона ищут должников по номерам автомобилей. Жители утром уходят на работу, вечером возвращаются. Поэтому для того, чтобы достигнуть эффект, мы приезжаем либо вот рано утром, 6 часов утра по закону, то есть мы можем в 6 до 10 вечера, либо после рабочего времени. Машина найдена. Должник на месте, вероятно, еще даже спит. Двери за него открывают соседи. Здравствуйте. Федеральная служба, судебный приступ к вашим соседям пришли. Не могли бы открыть? От стука в дверь должнику все же пришлось проснуться. Правда, общаться с приставами решил супруг. Это выяснилось позже. Не проживаешь здесь? Нет, я квартиру снимаю. А как бы нам с ней связаться? Вы, если есть возможность, позвоните, потому что принадлежащий автомобиль стоит возле подъезда. Сейчас судебным приступным исполнителям будет накладываться арест на этот автомобиль. Я пойду, я выйду. Давайте. Арест на машину все же наложили, но оставили владельцу до погашения долга. Он составил без малого 50 тысяч рублей. Цифра небольшая, отметили специалисты. Однако всего по области, таким образом, в компании Т-Плюс недосчитались порядка полутора миллиардов рублей. Данная задолженность должна была пойти для подготовки к следующему отопительному сезону. Наша компания старается решать вопросы до судебном порядке. Обращение в суд является уже крайней мерой. Поэтому мы призываем наших клиентов и жителей не копить долги затопления и горячую воду. Если на должника не повлияет и эта мера, с имуществом все же придется расстаться. Деньги, полученные за автомобиль, проданные с молотка, пойдут в счет погашения долга. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24. Ушел из жизни Дмитрий Худяков. Жители знали его как легендарного саратовского краеведа, автора и ведущего телепрограммы «Не за три девять земель». Дмитрию Сергеевичу было 92 года. Об этом сообщает информационное агентство «Саратов-24». Дмитрий Худяков был почетным гражданином области. За успехи в работе и многолетнюю работу получил медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. В 2013 году Дмитрий Сергеевич получил звание «Лучший краевед России». Наш коллектив приносит соболезнования родным и близким Дмитрия Худякова. Впереди прогноз погоды от Александра Новохадского, а затем мы вернемся в студию и продолжим знакомить вас с новостями. Задумались, как получить дополнительный доход? А я его уже 7 лет получаю в кооперативе «Гарант Кредит». Просто, выгодно, надежно. Заботимся о будущем вместе. Ваш «Гарант Кредит». Телефон 906-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережениям. Здравствуйте. В пятницу 25 декабря на Спиридона солнцеворота. В Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе, Балакове переменная облачность. Местами снег разной интенсивности. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду и чуть теплее. Днем до минус 6, а ночью до минус 12. Кстати, национальные фермерские продукты от Абхазии до Камчатки снова в Саратове. Все для новогоднего стола. Дальневосточные рыбы и икра, ароматные специи, аджика, домашние мясные деликатесы, сыры и многое другое. Не пропустите. До 29 декабря в Тау-галерее. А в Саратове-Энгелесе также снег и ветер. Температура днем до 7 градусов, а ночью до 9 ниже нуля. Атмосферное давление около 758 миллиметров в ртутную столба. По приметам, если на Спиридона ночь ясная, то зима будет холодная, а лето жаркая. А если ночь темная, то зиме быть теплой, а лету пасмурным. А спонсор прогноза погоды компания Сарпрайт. Широкий ассортимент труб и комплектующих в наличии под заказ. Действует гибкая система скидок. Всем добра, здоровья и терпения. Увидимся. Мы развиваемся и растем. Теперь в Сарпрайт еще больше товаров в наличии. Для удобства наших клиентов мы увеличили количество позиций на складе и пополняем его ежедневно. Сарпрайт уже узнаваемый бренд. Мы лояльны к нашим клиентам, всегда четко выполняем условия и соблюдаем сроки. Именно поэтому нас выбирают и нам доверяют. Каждому, кто придет с коньками, по 10 квадратных метров льда. Таковы новые правила посещения катков этой зимой. Связаны они с пандемией коронавируса. В Саратове уже готовые ледовые площадки возле некоторых школ. Заливают стадион «Динамо», а вот стадион «Спартак» пока не готов принять фигуристов-любителей. Почему узнала Надежда Новикова. На катке в детском парке нарезают круги взрослые люди. Утром в будние дни здесь можно встретить пенсионеров. Одни учат стоять на коньках внуков, другие катаются сами. Александр Александрович говорит, лет 40 не выходил на лед. А тут вышел на пенсию и решил вспомнить молодость. А что на пенсионеру? Вот катаемся, все, что-то вспомним. Молодость. А так отлично, молодцы, лед хороший учат. А на «Спартаке» пока ни хорошего, ни плохого льда нет. Там ждут появления снежной подушки, чтобы залить каток. Иначе нельзя из-за нового газона. Малоснежная мягкая зима уже который год доставляет неудобства и сотрудникам стадиона «Динамо». Делать лед без снега и при слабом минусе долго и затратно. Этой зимой трудности добавили и ограничения, связанные с пандемией. В раздевалках соблюдение социальной дистанции, а на катке на каждого посетителя по 10 квадратных метров льда. У нас каток в центре города, он самый большой заливной каток. Он у нас с лихой обеспечит не то, что 10 квадратных метров и 30 квадратных метров. То есть среднестатистический прокат здесь чуть больше 100 человек, а площадь позволяет кататься бесперебойно порядка 300-350 человек. Тут безопасность полнейшая будет. И в прокатных помещениях у нас традиционно теплые раздевалки, оборудованные специальным оборудованием для того, чтобы микробную среду уничтожать, антисептические средства, маски. Каток на «Динамо» заработает 25 декабря. И всем желающим прокатиться в эту зиму нужно брать с собой не только коньки, но и маски. Правда, при выходе на лед их уже можно будет снять. Надежда Новикова, Олег Буланов, Саратов, 24. Отметили юбилей в необычном формате. Дому работников искусств исполнилось 95 лет. В преддверии дня рождения сотрудники провели по его залам экскурсию для представителей Министерства культуры и журналистов. Сейчас учреждение работает в привычном режиме, однако из-за ограничительных мер выставки и мероприятия не проводят. Нина Цыпайкина побывала на праздничной встрече. Продолжайте свои традиции, приумножайте их. Наш опыт будет гордиться нашими работниками искусств. Напутствие и поздравления со сцены звучат в адрес сотрудников Дома работников искусств. В этом году учреждение отмечает знаменательную дату – 95-летие со дня открытия. В торжественной обстановке награды получили те, кто внес неоценимый вклад в поддержку и развитие культуры и искусства региона. У нас коллективы настолько хорошо относятся к искусству, к хореографии, к музыке. Они здесь практически живут. Им самое главное – работать. И самое главное – зритель. Мы так ждем зрителя. Мы так хотим кому-то показать картины, танцы. Мы так хотим работать. И я думаю, что этот юбилей, он сейчас какая-то такая, наоборот, отправная точка в наше будущее. Новое здание с богатой историей на Соборной 18 Дом работников искусств обрел 6 лет назад. Это было первое строение в Саратове с паробетонным отоплением и электричеством. Для горожан здесь устраивались кинопоказы. В рамках экскурсии посетители увидели конкурсные работы художников-любителей. Видеооткрытки об истории создания и деятельности Дома работников искусств познакомились с проектом «Купеческое собрание». Мы входим в национальный проект «Культура», который нам диктует новые условия. И мы с гордостью можем сказать, что этот год стал для нас экзаменом, который мы достойно выдержали. В таких непростых условиях наши работники, наши дети продолжают побеждать, продолжают завоевывать призовые места. И это, конечно, большая гордость для Саратовской области. Держать высокую планку планируют и дальше. В год 95-летия Дом работников искусств готовит проекты исторической направленности, онлайн-мероприятия, конкурсы разного уровня и широкую выставочную деятельность. Нина Цапайкина, Дмитрий Тарутов, Саратов, 24. В 10 лет стал директором компании. Пятиклассник из Балашова в своем возрасте уже возглавляет международную организацию, которая производит продукты питания для детей. Даниила Хрименко обсуждает планы и задачи, помогает придумывать вкусы продуктов и разрабатывает идеи по дизайну упаковки. Нина Цапайкина расскажет, как мальчику удалось добиться таких высот. Познакомьтесь, это наш символ Йети. Еще у нас есть роботы-пишельцы-супергерои, но об этом позже. Поставленный голос и уверенная подача. Даниилу Ахрименко 10 лет. Он ученик 5-го класса Балашовской школы номер 12. И уже в этом возрасте занимает позицию директора крупной международной компании по производству продуктов питания для детей. Стать одним из руководителей помогла мама, которая посоветовала пройти онлайн-курс на сайте Ями Юнайтед. Я придумывала нового персонажа, френдик. Это золотой бумбокс-робот. Даниил смог пройти отбор из более чем 450 кандидатов по всей России. В состав детского совета директоров входят 40 детей со всей страны в возрасте от 8 до 12 лет. Участие в жизни компании проходит в свободное от школы время и сейчас проводится полностью в режиме онлайн. Для этого компания предоставляет личный планшет каждому директору совета. Дети получают уникальный опыт, навыки и знания, которые помогут им в будущей карьере. Дети вместе со взрослыми обсуждают планы компании, обсуждают наш продуктовый портфель, обсуждают и придумывают дизайн упаковок, рекламные идеи и прочие коммуникации. Успешные идеи юных директоров проходят все стадии реализации проекта, а многие из них уже воплощены в жизни и продаются на полках магазинов по всей стране. Совет переизбирается каждые 4 месяца, а участие в нем бесплатное. Поэтому у любого ребенка нашей страны есть шанс стать руководителем крупной международной компании. Нина Цапайкина, Альфия Багапова, Максим Пустовалов, Саратов 24. О главном к этому часу все. Ищите нас также в соцсетях, мы есть и в Инстаграм. Я же с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова